МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. Сохранение и укрепление традиционных нравственных ценностей. Межнациональное и межконфессиональное согласие. Глава области Ерлан Кушанов в преддверии Дня духовного согласия провел встречу с руководителями религиозных конфессий. Фонд научной библиотеки имени Гоголя пополняется казахскими книгами, напечатанными латинским шрифтом. Ошахпай Сухамберлин подарил библиотеке три издания. Молодежь Караганды поддерживает переход на латинский алфавит. Студенты Политехнического колледжа организовали специальный флешмоб. 18 октября в Казахстане отмечается День духовного согласия. В октябре 1992 года в Алматы прошел первый Всемирный конгресс духовного согласия под патронажем президента страны. В принятом манифесте участники конгресса призвали объявить 18 октября Днем духовного согласия. С тех пор в нашей стране этот день отмечается как национальный праздник. Накануне праздника Аким Карагандинской области встретился с руководителями религиозных конфессий и этнокультурных объединений. За годы независимости Казахстан сохранил политическую стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие. Благодаря успешным реформам в Казахстане проведены экономические преобразования, успех которых сегодня признан во всем мире. Об этом говорили участники Совета по связям с религиозными объединениями. Модератором заседания Совета выступил глава региона Ярлан Кушанов. Он отметил, что сегодня в регионе работает 314 религиозных конфессий. Нынешний мир и межрелигиозное согласие в Казахстане – это заслуга и государственного аппарата, и всего народа нашей республики. Это отметил епископ Карагандинский и Шахтинский Александр. Он также выступил за сохранение традиционных семейных ценностей, за священство материнства и отказ от абортов. Учительный случай, когда материнство просто отказывается от своих детей. Тоже очень хорошая, большая проблема, которую надо рассматривать. В торжестве всех народов межрелигства считалось священникой обязанностью материн. Мать, Роман, Честь – это базовое понятие эволюционного общества. И вдруг сегодня мы видим, что из сознания не это хранение, эти понятия совершенно исчезают. Ваше наступление прозвучало проблемы с семьей, материнства. Были ваши предложения. Я лично сам полностью поддерживаю. И в будущем, я думаю, мы будем совместно работать в этом направлении. Оно заслуживает действительно пристальное внимание. Спасибо большое. Участники также отметили, что День духовного согласия сплачивает народ Казахстана вокруг традиционных нравственных ценностей, пропагандирует идеи толерантности и духовного согласия во всем мире и стабильности в казахстанском обществе. Основная цель – это все-таки в очередной раз подчеркнуть именно те ценности, которые нас объединяют прежде всего. И чтобы мы действительно продолжали совместно работать и решать те насущные проблемы и вызовы, которые современное общество перед нами ставит. Мы все-таки хотим, чтобы Казахстан и дальше оставался именно такой миролюбивой страной. Главные религиозные праздники – Курбанайт, Рождество Христово объявлены праздничными выходными днями, перестают быть редкостью мероприятия, совместно проводимые представителями различных конфессий. Казахстан исторически всегда был перекрестком цивилизаций, местом встречи и диалога различных религий и культур Востока и Запада. Поэтому унаследованная современным поколением казахстанцев толерантность в духовной сфере стала основой для сохранения мира и стабильности в будущем, отметили участники встречи. Андрей Тенту, Леген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания. Именно поэтому в республике продолжаются общественные обсуждения проекта по переходу казахского алфавита на латинскую графику. За очередным круглым столом в Доме дружбы собрались ученые-филологи, общественники и студенты. В Карагандинском Доме дружбы обсудили основные приоритеты в переходе казахского алфавита на латинскую графику. В современном мире латиницу используют более 4 миллиардов человек. Введение новой графики в казахский язык повысит адаптированность системы казахстанского образования к мировым стандартам, приведет к развитию отечественного интернета и IT-технологий. Кроме того, этот процесс повысит инновационный потенциал бизнес-среды, ускорит процессы экспорта знаний и проектов, включая интеллектуальные, а также повысит конкурентоспособность на международном уровне. Переход на латиницу – это веление времени, и я считаю, что это позволит войти в список 50 самых развитых стран мира. Кроме того, я уверен, что изменится качество отечественного образования, поэтому для нас это очень выгодно. Участники круглого стола отметили, что переход на другую графику – это не одномоментный процесс. Самое главное – необходимо подготовить учителей, внедрить латиницу в систему образования. Не случайно поэтапный переход рассчитан на несколько лет, так что плодами от этой реформы в полной мере смогут воспользоваться нынешние подрастающие поколения. Многие высказывают сомнения насчет перехода на латиницу, но мы, молодежь, полностью поддерживаем эту инициативу. Я считаю, что это даст нам возможность войти в число самых конкурентоспособных стран мира. На мероприятии было также отметено, что Казахстан подробно изучил опыт других стран, а потому сегодня разрабатывается поэтапная программа перехода на латиницу. В ней будут подробно указаны все шаги, которые позволят уже к 2025 году воплотить в жизнь изменения казахского алфавита. Житель Караганды Ушахпай Суханберлин передал в дар научной библиотеке имени Гоголя три книги на казахском языке, написанные латиницей. Эти книги Ушахпай спас от уничтожения в 50-х годах. Избранные стихотворения Абая Кунанбаева «Как закалялась сталь Николая Островского и белый клык Джека Лондона». Эти книги на казахском языке были изданы в 30-е годы прошлого века. Главная их особенность в том, что напечатаны они на латинице. У книг «Непростая судьба» житель Караганды, член Совета ветеранов Октябрьского района Ушахпай Суханберлин рассказывает, что в 50-х годах спас книги от уничтожения. Когда я учился в Жанаркинском районе, в школе был фонд книг на латинице. В начале 50-х годов, когда казахский язык перешел на кириллицу, вышел приказ об уничтожении всех книг с латинским шрифтом. Я вышел и увидел, как уничтожали книги. Тогда я выхватил первые попавшиеся книги. То, что удалось сохранить, я сегодня передаю в фонд нашей библиотеке. Переданные книги будут отреставрированы. Сотрудники библиотеки проходили квалификацию в реставрационной лаборатории в Алматы и теперь в совершенстве владеют навыками восстановления. Это мероприятие состоялось в рамках акции, которую назвали «Подари библиотеке книгу на латинице». То есть книги, которые были изданы в 1929-1940-х годах. К сожалению, у нас в библиотеке таких книг нет. Но мы хотели бы организовать вот такую коллекцию книг на латинице, на казахском языке. Раритетные книги они уже являются. Для, естественно, сохранности книг на казахском языке и чтобы пользовались ими наши читатели. Первая книга на латинице, на казахском языке, которая появилась в фонде библиотеки, стала книга-сборник эпосов «Батерлар». Ее любезно пожертвовали две семьи Барманкуловых и Аспанкуловых из Каркаролинска. Книга напечатана в 1939 году. Специалисты заявляют, что она является бесценным культурным наследием. Андрей Тент, Олеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодежь Караганды поддерживает переход на латинский алфавит и готова бросить себе вызов на пути к созданию модернизированного общества. Городские власти совместно с общественными объединениями призывают подрастающие поколения активно высказывать свое мнение. Одними из первых откликнулись студенты Политехнического колледжа. Мы за единство Казахстана. Именно так назвали свой флешмоб студенты Политехнического колледжа. 60 учащихся выстроились на площади учебного заведения, сформировав свой лозунг. По словам представителей молодежных организаций, переход на латинскую графику также имеет свои прагматические преимущества. В мире все инновационные новшества в первую очередь производятся на латинской графике и только некоторое время спустя переводится на кириллицу. Переход может принести экономическую выгоду как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе. Организаторы флешмоба, городской Акимат, активная молодежь Караганды, а также общественные организации. Сегодняшняя акция называется «Мы за единство Казахстана». Посвящена эта акция поддержке введению единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике. Это мероприятие касается каждого из нас казахстанца. И сегодня молодежь Карагандинского политехнического колледжа поддерживает начинание нашего президента. И мы, как общественная организация, гражданский сектор, тоже присоединяемся к данной акции и готовы работать на латинице. Истоком национальных ценностей является родной язык. Поэтому вопросы государственного языка на протяжении многих лет остаются актуальными. Студенты заявили, что будущее нашей страны в руках молодежи Казахстана. А потому они заявляют о своей поддержке перехода на латинскую графику. Миром Гусалкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Мероприятие, посвященное предстоящему Дню Духовного Согласа. Согласие провели в поликлинике номер 4. Перед медиками выступили религиозные деятели и карагандинские теологи. Встреча состоялась в рамках государственной программы по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. На встрече с коллективом поликлиники номер 4 поднимались не только религиозные, но и политические вопросы сегодняшнего дня. Был показан фильм о возникновении течения ИГИЛ и положении дел в Сирии. ИГИЛ. Новое детище ЦРУ вместо изжившей себя Аль-Крайды. В мире полтона миллиарда мусульман. И только десятая процента из них сочувствуют собакам ада из ИГИЛ. Чем страшен экстремизм? Его последователи отрицают науку, культуру, цивилизацию. Они призывают вернуться в средние века, но забывают, что и тогда на первом месте стоял труд и наука. В главной книге мусульман написано, что надо в первую очередь уважать людей, независимо от их вероисповедания. А в ИГИЛе... Готовить своих детей к будущему воину в Маджахедах. Махарабин явный воин. Воевать за что? За религию. За улафа. Но только они действительно воин за улафа, это ничего не известно. Межконфессиональное согласие – залог стабильности государства. Единство – залог процветания страны. Мы разные, но мы едины в стремлении строить будущее без терроризма, экстремизма, без войн. Ты просто должен с ними дружить, если надо помогать, если надо спасать. Это обязанность перед Богом. Парадоксально, но даже медперсонал сталкивается с проявлением экстремизма. Отказ от вакцинации – не если это уход во времена Средневековья. Ну, такие встречи у нас часто проводятся в присутствии Акимата Октябрьского района, потом представители церкви и мечети. Но, знаете, нам приносят много пользы такие встречи, потому что у нас во время таких встреч мы много чего узнаем. И у нас бывают такие, ну, как бы беседы, потому что мы задаем вопросы и на свои вопросы всегда получаем, ну, хорошие ответы. В поиске формулы общественного единства Казахстан нашел и успешно реализует собственную модель межэтнического и межконфессионального согласия. Она строится на принципах дружбы, толерантности и совместного достижения стратегических целей. Примечательно, что Казахстан – одна из первых стран на пространстве СНГ, которая в сложное время глобальных противоречий сумела сделать идею духовного согласия реальной силой. Все психологи знают, что кроме наркотической зависимости, кроме зависимости там алкогольной, есть еще зависимость сектантская. То есть то состояние психики человека, когда он теряет полностью критическое сознание и не может оставить вот ту организацию, в которую он вошел, потому что в эту организацию он что-то такое для себя получает, что заменяет ему нормальное человеческое общение. Что требуется от нас? Уважать веру ближнего, быть терпимее к этому – это его выбор. Искать точки соприкосновения без сохранения стабильности внутри государства дружбы и согласия между народами, населяющими страну, не будет. Об ответственности за людские слова говорят индийские упанишады. Когда срывают травинку, вздрагивает вселенная. Настоящая вера только та, что побуждает человека к единству и добру. Это истина неприходящая и вечная. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» с минимальным счетом проиграл альметьевскому нефтянику. 12 октября на ледовой площадке «Караганда-арена» победитель выявился лишь в серии булитов. Домашнюю серию игр «Сарарка» начала с традиционно сильным соперником – нефтянником из Альметьевска. И встреча выдалась упорной. События в ней развивались по принципу качелей. Вперед выходила то одна, то другая команда. Счет был открыт на четвертой минуте матча. Автор первого гола – карагандинец Илья Антоновский. 1-0. Но к первому перерыву альметьевцы восстановили равновесие, а в середине основного времени нефтяник реализовал численное преимущество и вышел вперед – 1-2. В третьем периоде «Сарарка» восстановила равновесие. Александр Борисевич забросил вторую шайбу в ворота гостей – 2-2. Но чуть позже нефтяник вновь ответил голом в большинстве – 2-3. А за четыре минуты до окончания основного времени хозяева разыграли лишнего. Константин Соколов выровнял счет – 3-3. Игра перешла в овертайм, а затем в серию послематчевых бросков. В серии буллитов победу досталось гостям – 3-4. Непосредственно по самой игре мы уступили сопернику по бросованию. Мы уступили сопернику в подбор скачившей шарики. Два эпизода, в которых нефтяник выглядел сегодня сильнее нас. Эти эпизоды говорят о том, что команда была настроена по боевому от ножа. Вышла не проиграть. Наших ребят упрекнуть на настрою тоже нельзя. Мы два раза отыгрались. И после того, как счет был сравнен 3-3, конечно, у нас был 2-100% момента. И мы могли решить исход игры в основное время. И, наверное, в овертайме у нас побольше моментов было. Хотя в целом игра равная. Команды соперников с победой нам поздравить. Они здорово играли, очень старались. 14 октября сыра арка в Караганде сыграет с Ижевской и Шсталью. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Почти 2000 тонн продуктов планируют продать по сниженным ценам на осенних ярмарках в Карагандинской области. Первая откроется уже завтра, 14 октября, на улице Олимпийской. На ярмарке можно будет купить молоко, мясо, овощи и рыбу по сниженным ценам. Товары привезут из Абайского, Актугайского, Бухаржурауского, Жанаркинского, Осакаровского и других районов области. В областном центре ярмарки пройдут 14, 21 октября и 11 ноября. 4 ноября сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Жесказгане, Саране, Шахтинске, Сатпаеве, Тимиртау, Балхаше, Каражале и Приозерске. Всего на ярмарках планируют продать более 200 тонн мяса. Около 700 тысяч яиц, 300 тонн овощей, а также более 1000 тонн картофеля. Кроме того, для покупателей приготовят 400 килограммов баурсаков и 400 литров кумыса. Меры социальной поддержки, документирование, жилищные и коммунальные вопросы, а также многое другое. По вопросам социальной направленности прокуратура Октябрьского района проведет встречу с населением пригородного поселка Сортировка. Встреча запланирована на 14 октября на 10 часов в здании Карагандинского железнодорожного колледжа. Участие также примут представители правоохранительных и государственных органов. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Мансов Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова